14 лет назад немецкий актёр Крис Хелмбрех приехал в Россию на съёмки. Я целых две недели не выходил из дома без водителя или телохранителя. Крис не знал языка, не имел русских корней, зато был много наслышан о том, что его ждёт в суровой чужой стране. Морозы. Коварные женщины. Водка, которая лишает рассудка. Подозрительная еда. И дикие нравы. Сначала Крис примирился с морозами. Если честно, не без помощи 40-градусных напитков. Бабушка была резко против, пока не попробовала. Ей водка пришлась по душе. А потом в жизни переселенца произошло одно событие. Сначала немец был в шоке. Но с тех пор, как оправился от него, он абсолютно наш. И Крис не первый, кто приехав в Россию, оказался в плену нашего гостеприимства. Русские душа, а здесь люди не жадные. Самая модная на Западе поговорка сегодня – «Russians DB». Это сделали русские. И мы готовы принять такую формулировку. К примеру, если речь идет о балете, хоккее или блинах. Мы – народ, который обязан быть первым. Только русские знают, как переспорить навигатор. Выполнить разворот. Только русские держат под рукой запас печенья и апельсинов не для себя. Для заблудившихся медведей. Только русские культуристки настолько прекрасны, что блистают на сцене Большого театра. В Большом театре выступления, конечно, наслежит запомнился. Тем, кто никогда не жил в России, сложно понять нас. Ты должен быть гражданином этой страны. Именно поэтому о нас сначала придумывают мифы, а потом сами их боятся. Русские вот-вот нажмут на кнопку или повернут ключ. Но мы знаем, как увлечь мир тем, что любим сами. Столько бань, сколько в Нью-Йорке, в Америке больше нигде нет. Сегодня в засекреченных списках 11 причин, почему нашу страну не победить. 11 поводов гордиться, что мы из России. КРИК На территории нашей огромной страны десятки различных климатических зон. Объединяет их лишь одно. Повсюду в России погода может преподнести внезапный сюрприз. И выезжая на дорогу, необходимо быть готовым ко всему. Хладнокровие и молниеносная реакция – вот основные качества хорошего русского водителя. Красота! Вот это выдержка! Стальные нервы? Иначе и не скажешь. Но только ли этому виртуозу удаются подобные трюки? Поверьте, Россия богата талантами. Русские рулят. На 11-й строчке засекреченных списков. Такое видео собирает на Западе сотни тысяч просмотров. Иностранные блогеры зарабатывают популярность на компиляциях из записей российских видеорегистраторов. Зрителей восхищает недостижимый уровень водительского мастерства. А больше всего иностранцев удивляет молчаливое спокойствие россиян за рулем. В комментариях они честно признаются, что в подобной ситуации не щадили бы глотку, как пассажирка вот этого авто. Впрочем, хладнокровных дам, мастерски управляющихся с рулевым колесом, на российских дорогах тоже предостаточно. Теперь русские женщины железных коней не останавливают на скаку, а наоборот, поддают газку. И, между прочим, виртуозные автоледи из роликов моментально обзаводятся воздыхателями во всех концах света. Галантные кавалеры на десятках языках засыпают лихих российских драйверш изысканными комплиментами. А они к такой ситуации всегда готовы. Я свою машину решила украсить таким образом, чтобы это все приносило мне позитив и замечательную атмосферу. Вот здесь у меня есть такие классные наклейки, какие-то такие, знаете, смешные смайлики, косметичку, чтобы я не забывала подкраситься. Лишний раз, когда пробка. Говорят, что девушке за рулем такой стереотип, как обезьяна с гранатой. Вот, и красится периодически. Поправила себе прическу или мейк и поехала дальше. Самое главное быть позитивными, не реагировать на окружающий стресс. Вот он, секрет русского вождения. Спокойствие и вера в собственные силы. А теперь давайте посмотрим, как небольшой снегопад сказывается на дорожной ситуации, к примеру, во Франции. Водитель внедорожника боится ехать дальше и вызывает эвакуатор. А ведь он живет в регионе Рона-Альпы. И снег в этой горной местности не редкость. Пять сантиметров выпавшего снега стали причиной жесточайшего коллапса на дорогах Великобритании. В графствах Кент и Сассекс выстроились 50-километровые пробки. Более 500 водителей серьезно пострадали от обморожения. Что случилось с англичанами? Куда у них подевались суровые покорители морей и ледяных пустынь Арктики? А вот что происходит в это же самое время в России. Дорога, жжет! Идем по приборам! Сахалин, как и Великобритания, остров. И расположен он существенно южнее. Но здесь, как говорят, снега боятся носа из дома не высовывать. Тут светофоры, бывает, заваливают по самые маковки. Но даже в таких экстремальных условиях дорожное движение не встает никогда. Во время рекордной метели 10 января 2018 года на юге острова выросли полутораметровые сугробы. Но уже на следующий день непроходимую целину пробивала военная техника и сотни гражданских грейдеров и бульдозеров. За считанные часы дороги были полностью расчищены. «Импосибл! Это невозможно!» – стонут изумленные зарубежные зрители. «Ничего невозможного нет!» – отвечают русские водители. «Может, наши дороги пока еще нельзя назвать лучшими в мире?» Но разве это останавливает россиян за рулем? В точку назначения они доберутся при любых обстоятельствах. Потеря колеса – это не катастрофа. Всего лишь досадное недоразумение, которое на езду особо не влияет. Но остается один непроясненный вопрос. Почему при таком количестве талантливых водителей только два наших гонщика пробились в «Формулу-1»? В эксклюзивном интервью за секреченным списком первый русский, покоривший королеву автоспорта Виталий Петров, раскрыл свою самую страшную тайну. Как часто он рискует и играет со скоростью не за рулем формульного болида, а в обычной жизни? Гонять люблю, но только на гоночных трассах, соответственно. В городе не вижу в этом смысл, потому что ты подвергаешь риску не только свою жизнь, но и других людей, которые находятся на дороге. Это неприемлемо. Если честно, то я предпочитаю ездить рядом с водителем или с друзьями, но те, кто ездит по правилам. Я не сажусь с тем людям, которые гоняют по городу. У меня это категорично. Теперь ясно, чтобы попасть на престижные гонки по идеальным трассам, необходимо быть не по-нашему дисциплинированным. Виталий все-таки долго жил за границей. Но о лихим героям бездорожья неужели нет места в профессиональном спорте? Конечно, есть. Все ведь знают легендарных триумфаторов Дакара из заводской команды «КамАЗ». В январе нынешнего года она стала 15-кратным чемпионом ралли Дакар. Это непревзойденный результат. А годом раньше наш экипаж завоевал золото и серебро не только этого трансконтинентального марафона. Наши пилоты заняли еще и весь пьедестал российско-китайского ралли «Шелковый путь». В классе грузовиков они считаются сильнейшими в мире. Понимаете, да? Русскому водителю непривычно на гладком, как стеклоасфальте. Его стихия – непроходимое бездорожье. Где он бросает вызов первозданной природе и раз за разом выходит победителем. Но все же хочется верить, что в один прекрасный день российские разбитые дороги уйдут в прошлое. И вот тогда держись, формула! Смотрите в засекреченных списках. Эксклюзивное интервью самой рельефной русской красавицы. Ну, началось все, на самом деле. Я была еще подростком. Древний русский ритуал на улицах Нью-Йорка. Огонь, вода, земля. Все это соединяясь вместе с воздухом. Почему наш пример так заразителен? Ну что, Айк, вот пришли на водоем. Сейчас будем заходить на лед. Как ты, готов? Готов. Чуть-чуть страшно. Западные мифы и суровая правда о наших национальных особенностях. Вот этот пофигизм, то, что, ребят, прорвемся, он у нас присутствует в нашем национальном характере. Эту страну не победить. Только в засекреченных списках. Наши дамы бесстрашны. Наши дамы упорны. Они решительны. Но в любых ситуациях остаются женственными. Русскими красавицами восхищаются во всем мире. Русские девушки не самые красивые. Это все мои друзья говорят. За что еще наших женщин ценят на Западе? Почему все больше мировых знаменитостей связывают с ними свою судьбу? И на что иностранцы готовы пойти ради них? Российскую модель Анастасию Квитко западная пресса окрестила русской Ким Кардашьян. Ее история – классическая сказка о Золушке. Однажды фотограф увидел юную красавицу из Калининграда в социальных сетях и предложил попробовать себя в качестве модели. Так девушка и оказалась в США в 20 лет. Как у настоящей Золушки, у Насти есть волшебные туфельки. Правда, не хрустальные, а золотые. Вот эти туфли – это типичные лабутены. Конечно, русские девушки любят этот бренд. У меня их очень много. Получается, они такие с разноцветными золотыми узорами идут. И такой интересный цвет, как будто это дерево. Вот, это из новой коллекции. Анастасия Квитко утверждает, она бы ни за что не стала воплощением американской мечты, если б не русский характер. Русские девушки, да, они очень сильные девушки. У нас такая жизнь не очень легкая у некоторых людей. Поэтому это делает девушек сильнее, и они добиваются больше успеха в жизни. А вот чего русская женщина никогда не простит, так это измены. Более того, может и отыграться на бабнике. Например, вот эта дама забросала автомобиль неверного возлюбленного мусором. Самому ему тоже досталось по полной программе. Но бурный темперамент русских барышень не отпугивает заморских женихов. Немецкий актер Крис Халмбрехт 14 лет назад приехал в Москву искать работу. А нашел любовь. Про знакомство с будущей женой он рассказывает по-немецки четко. Пришел на съемки фильма, увидел ее в свете софитов и понял, что это судьба. Я услышал про фильм, который собирался снимать режиссер Николай Хамерике. Это должна была быть главная роль. В 5 утра режиссер поставил передо мной эту девушку. И она мне понравилась. Позже мы поженились. Крис охотно объясняет, почему многие западные мужчины предпочитают русских женщин. Почему на Западе русские женщины имеют такой высокий статус? Потому что они хотят быть красивыми. Они тратят время на поход на маникюр, макияж. Они тратят много денег на платья. Они носят каблуки, юбки, даже если на улице скользко и холодно. Они делают это, чтобы красиво выглядеть. В Германии такого нет. Там сильно развит феминизм. Более того, на Западе феминизм одержал уверенную победу. Европейки и американки больше не хотят жить с оглядкой на мужчин. Напротив, предпочитают держать сильный пол на коротком поводке. Наблюдаемые на сегодняшний день перегибы в проявлениях феминизма вынуждают опасаться этого явления и всячески ему стараться противодействовать. За что борются феминистки? Помимо прочего, за так называемое право быть собой. В том числе за право не брить подмышки, ноги и зону бикини. Морган Микенос известный британский фитнес-блогер. Два года назад она выбросила свой бритвенный станок. Говорит, что навсегда. И призывает всех девушек следовать ее примеру. В том же 2016-м Плейбой решил снять для ежегодного календаря не сексапильных моделей, как обычно, а влиятельных женщин. Место горячих красоток заняли вдова Джона Леннона Йока Оно. Актриса Пати Шумер. Теннисистка Сирена Уильямс. Одновременно с тем, как у западных женщин появляются новые права, на западных мужчин наваливаются дополнительные обязанности. И предъявляются самые неожиданные требования, в том числе невыполнимые. Относительно появившихся в последнее время в западной прессе сообщений средств массовой информации, обвиняющих определенных личностей известных правонарушениях сексуального характера. Это часть какой-то игры, которая связана с изменением доступа различных личностей к ресурсам Голливуда. Такие дела построены исключительно на обвинении женщин в сексуальных домогательствах со стороны мужчины. Шведский парламент одобрил законопроект, согласно которому мужчине может быть предъявлено обвинение в изнасиловании, если он заранее не получил явного согласия партнера на секс. Причем документ должен применяться не только при случайных связях, но и в отношениях между супругами. Другими словами, любая женщина в любой момент может отправить за решетку своего партнера, даже если это муж, с которым она прожила 30 лет. Если что-то прибывает, значит, где-то убывает. Если поддерживаются всяческие лидерские амбиции женщин, то роль мужчин в данном случае автоматически должна снизводиться на нет. И мы здесь видим очевидные проявления, в том числе в западной модели общества. Стоит ли удивляться, что иностранцы, как и прежде, влюбляются в русских красавиц? Ведь наши дамы по-прежнему воспринимают восхищенные мужские взгляды как комплимент, а не как повод для судебного иска. И поэтому занимают десятую строчку в засекреченных списках. Смотрите через несколько минут. Для чего Пентагон исследует чужие бороды? Раньше даже не пускали на войну мужчину, если у него не росла борода. Почему на самом деле Петр Первый ненавидел растительность на лице? На Руси называли безбородок мужчин с лицом, как женская коленка, геем. Русские военные показали миру, как выглядит сам сатана. А прямо сейчас с чего вдруг американцы осмелились утверждать, будто баню придумали они? Столько в баню, сколько в Нью-Йорке, в Америке больше нигде нет. Все, что делает нашу страну непобедимой, засекречены в списках. Мужчины в сети больше не сидят на порно-сайтах и не знакомятся онлайн. У них есть куда более важные дела. Как отрастить бороду самый главный вопрос, который всех волнует. Рекорды популярности бьют ролики с советами по уходу за бородой. Волосы в бороде, они по-разному завиваются, по-разному кучерявятся. И нельзя их просто взять и так оттянуть. Неважно, эспаньолка, козлинная бородка, ширма, короб или запа, борода должна быть идеальной в любых условиях. У тебя есть борода, я скажу тебе да, это может быть комично и смешно, но на самом деле борода всегда визуальна, эстетически, это красиво. И ведь то, что считается модной западной тенденцией, на самом деле старинная русская традиция, напоминает историк Александр Серегин. Ну, вообще, в Древней Руси представить мужика без бороды было невозможно. Это считалось вообще как выражение такое, у вас, говорит, босая морда. На девятом месте засекреченных списков борода и другие секреты русских богатырей. Триста с лишним лет назад Петр Первый приказал своим боярам брить бороды. А несогласных обложил огромным по тем временам налогом. Придворные, которые не желали ходить с голыми щеками, должны были ежегодно отдавать в казну 60 рублей, а гости столицы целых 100. Для сравнения, солдат Петровской армии получал 30 рублей в год. На 100 рублей в Петровской России можно было купить 10 коров или одного породистого скакуна. Почему купцы и бояре готовы были платить любые деньги, лишь бы сохранить бороду? А те, кто не мог позволить себе эту роскошь, были в отчаянии и иногда даже кончали жизнь самоубийством. Борода, безусловно, является, во-первых, признаком мужчины как такового, во-вторых, мужчины традиционного, в-третьих, мужчины сильного, полноценного, мужественного и достигающего поставленных целей. И если, в принципе, речь идет о мужчине, он не может быть без бороды. Иначе, если он сбривает бороду, он уподобляется женам. То есть, он становится женоподобным. В переводе с древнеславянского борода означает богатство рода. Так чем же бородачи не угодили императору? Существует несколько версий. Петр I ревностно относился к бородам, непосредственно брил людей или рубил топорами бороды по двум причинам. Первая причина это была как раз таки процесс манипуляции. То есть, еще раз, чем у вас больше борода, тем сложнее манипулировать, да, вами. Дело в том, что на Руси верили, будто волосы накапливают жизненную силу. И славянские веды советуют поглаживать бороду и пощипывать усы, чтобы оградить себя от чужого воздействия. Вот Петр и вырубил бороды, чтобы сделать придворных слабее и послушней. Впрочем, некоторые считают, что нелюбовь Петра к бороде объясняется гораздо проще. Указ о царском скоблении вышел вскоре после того, как император вернулся из долгого путешествия по Европе, за время которого проникся, как говорили, европейской культурой не дворцов, а таверн. Гладко выбритые щеки были частью той культуры, которую молодой царь стал активно распространять. И второй момент на Руси называли безбородых мужчин с лицом, как женская коленка, геев. То есть, грубо говоря, это был некий момент понимания, что вот этот человек, допустим, гей, а если мы считаем про то, что с Петром Первым пришла вот эта западная некая идеология, западная идея, а там, ну, к сожалению, сплошь и рядом, нетрадиционной ориентацией мужчины. Однако прошло три века, и мужественные красавцы-бородачи захватили обложки модных журналов. На каждой улице появились барбершопы, а изучением влияния бороды на мужскую силу всерьез занялись даже в Пентагоне. Портал военного обозрения ссылается на исследования военных врачей, которые якобы показывают, случайно или нет, но раненых и убитых среди бородатых солдат меньше, а точность стрельбы у них значительно выше. У безбородых чаще ломается оружие, хромая дисциплина, и даже от так называемых неуставных отношений страдают, как правило, именно они. Невероятно, но наши медики тоже не видят в этом ничего удивительного. Раньше даже не пускали на войну мужчину, если у него не росла борода, и мужчины все стремились отращивать, скажем так, растительность на лице. А связано это действительно с мужским здоровьем, ведь мы все знаем, что главный мужской гормон, тестостерон, он отвечает за волосинение по мужскому типу. И если у вас все в порядке с половыми гормонами, а именно с тестостероном, то, конечно же, и волосяной покров на лице будет обильным. А если нет, все можно исправить народными средствами. Глобальная сеть вам в помощь. Я вам попытаюсь сейчас объяснить, как не поддаваться влиянию окружения, манипулировать растительностью своей, или по-другому манипулировать ростом своей бороды, и тем самым захватить весь мир. В общем, я вам хочу рассказать о паровой бане для лица. Видеоблогер Андрей вряд ли в курсе, что его рецепты уже больше тысячи лет. Я добавляю еще, люблю добавлять в кипяток пару капель эфирных масел. Эту процедуру я провожу один раз в неделю. Есть миф, что русским мужикам на внешность всегда было наплевать. Но это неправда. Были на Руси и свои каноны красоты, и строгие нормы гигиены. К примеру, баня обязательно раз в неделю. Кстати, русские солдаты, бравшие Париж в 1812-м, первым делом организовали во французской столице баню прямо на сене. Ну, вообще русские в глазах французов считаются такими варварами, дикарями. И особенно, когда распарившись в бане, русские выскакивали и бросались в сену, в реку, в ледяную частенько, вот, когда это происходило особенно зимой. И смотрели на русских как на сумасшедших. Русская баня присутствует во всех наших сказках и былинах. Ведь если верить древним легендам, там можно смыть с себя не только грязь, но и грехи. Банщик с 30-летним стажем Василий Ляхов человек от мистики далекий. Но вот волшебные свойства русской бани верит безоговорочно. Почиталось как место очень сильное, очень сильное энергетически, потому что в бане мы видим слияние всех стихий. И в бане происходили процессы, которые люди приравнивали к процессам какого-то волшебства. Потому что огонь, вода, земля, все это соединяясь вместе с воздухом создавало условия для избавления человека от хворей, боли, усталости. Известный актер, спортсмен и телеведущий Олег Доктаров говорит, после физических и нервных перегрузок его только баней спасает. У меня есть такой набор вещей, которые должны сделать, когда я приезжаю домой в Саров. Я должен выключить мобильный телефон, я должен закончить все свое хозяйство, все свои дела и пойти не в частную, а в городскую баню. А найти ее сегодня не проблема даже в Голливуде, утверждает Доктаров. Вы когда-нибудь были в бане? Нет? Я вам объясню, что это такое. Русская парная стала в Штатах элитным удовольствием. Не для слабаков, уточняет автор этого видео. А постепенно эта культура начинает в общем-то все остальные народности населяющие Америку занимать. И это, наверное, пошла мода из Нью-Йорка, потому что столько в бань, сколько в Нью-Йорке в Америке больше нигде нет. Американцы даже блокбастеры снимают о том, как побывать в Рашин-сауна и остаться в живых. Теперь ясно, я огорчил плохих ребят. Меня пороли, обливали ледяной водой, но все могло закончиться гораздо хуже. Но чисто по-русски прыгнуть из парной в прорубь или в снег ни один иностранец не в силах, рассказывают опытные банщики. А наши при этом еще и видео успевают снимать. Сейчас будет круто. Сейчас мы это еще поддадим, чтобы было круто. Еще недавно весь мир считал нас дикими бородачами, которые с размаху прыгают в прорубь из парной. А сегодня авторитетный журнал «Психологи» публикует исследования, если верить которым, у бородатых мужчин и карьера успешнее, и даже к детям они относятся лучше. В Скандинавии защищено 15 диссертаций о влиянии парной на организм человека. И если одни авторы пугают ее поклонников остановкой сердца и онкологией, то другие приходят к выводу, что парилка лучшее средство профилактики от многих болезней, особенно учитывая стоимость медицинского обслуживания и лекарств. Смотрите за секреченные списки. Секретное оружие русских, которое держат в страхе весь мир. Завод может собирать этих роботов тысячами миллионами, посылать его в бой. Кто придумал легенду про самую пьющую страну? У меня был шок, я подумал, это русские пьют? Эксклюзивное интервью с врачом скорой помощи, которая навела шороху в Стокгольме. Медики везде, в любой стране медик это медик. Он обязан оказать помощь независимо в какой стране он находится. Олимпиада в Южной Корее грозит неожиданным скандалом. Мы должны понимать, что чем выше мы занимаемся так, тем больше к нам будет внимания и претензий. Засекреченные списки расскажут и покажут, почему Россию не победят никогда. Россияне чемпионы мира по отдыху? Ни у кого больше на всей планете нет такого количества праздников и столь длинных отпусков. Кроме, пожалуй, бразильцев. У них карнавалы, зажигательные ритмы и все поголовно в белых штанах. А в России климат иной, суровый и развлечение соответствующее. Такого не забудешь никогда. Вот почему русский отдых мы поместили на восьмую строчку засекреченных списков. Русский турист иностранцев пугает. Если туроператор завозит наших соотечественников в отель на побережье, об этом сразу узнают все отдыхающие. Замерзшие северяне торопятся отогреться под заморским солнышком. Рюмка водки на столе! Эти ритмы вроде бы и нравятся иностранной публике. Страшаться они другого, разудалого поведения наших туристов. Смущает чужаков и полная раскрепощенность жителей загадочной страны. Демонстрировать то, чем богато одарила природа, не стесняются ни красотки, ни красавицы. Когда, кстати, иностранцы оказываются на российских праздниках, на наших банкетах, будь то корпоративные или частные, я бы видел всегда, как это вызывает у них определенный шок. Наш эксперт Сергей Князев организовал сотни торжественных мероприятий и праздников. И он уверен, культурные различия между Россией и Западом ярче всего проявляются на отдыхе. Иностранцы в шоке от этого. Для наших это все нормально. Это здорово же, это вот такой экстрим, адреналин. Иностранцы не готовы от этого адреналином. Морские покатушки веселящихся парней из России иностранные очевидцы принимают за учения десантников. Впрочем, порой туристы-россияне берут в руки оружие и устраивают настоящие боевые спецоперации. Узнали о том, что в Португалии один пляж терроризирует огромные акулы. и у нас нашлись тех, кто летал в Португалию, а там уже летал на вертолетах, отыскивали эту акулу, отстреливали ее и тоже справились с этой задачей успешно. И такие подвиги наши ребята совершают просто, чтобы расслабиться. И это только вершина айсберга. Что уж говорить об изумлении иностранцев, когда они приезжают в загадочную Россию увидеть все своими глазами. Россия клевая страна. Счастье льется рекой. Медведи танцуют, вокруг много красивых девушек. Приезжай. Итак, я решил попробовать. В нашу страну немец Крис Хаумбрехт приехал в поисках приключений 14 лет назад. Тогда ему казалось, что после яркой и насыщенной жизни в Нью-Йорке его уже ничем не удивишь. Но уже через несколько дней в Москве он признался самому себе, что жизнь только начинается. И главные сюрпризы еще впереди. Что я думаю о русских женщинах? Ну, во-первых, нет сомнений, что это самые красивые женщины в мире. У них высокая цена. И я говорю не о деньгах. На Западе женщины только и делают, что говорят о равноправии и эмансипации. В России, как убедился Крис, у феминизма нет шансов. Ибо русские женщины давно приручили мужчин без всякого феминизма. Под горячую руку им лучше не попадаться. Немцу тяжеловато строить отношения с русской женщиной. Ведь для немцев в отношениях важна гармония. И ссоры это неприемлемо. Даже повышать голос это плохо. А в русской культуре все наоборот. Здесь считается, что если пара не ругается, то между ними нет уже страсти и любви. Чем же объяснить наш разудалый темперамент? У Криса Хелмбрехта есть своя весьма любопытная теория. Климатическая. Россияне просто разжигают свое внутреннее пламя, чтобы не околеть от мороза. Конечно, меня радует любой повод выпить водочки и проверить, так сказать, мужскую силу. Моей семье все это не нравится. Жена, конечно, против, маме тоже не понравилось, бабушка была резко против, пока не попробовала. Ей водка пришлась по душе. Меня постоянно песочат, мол, ну зачем столько пить? Но мне нравится. Водка это круто. Существует и более основательное объяснение, почему русские предпочитают отдых на грани выживания. Испытывать себя на прочность у наших соотечественников в крови. Весь русский эпос тому доказательство. По сути, человек становится героем. Первый для самого себя, потом уже для окружающего. И когда человек проходит расстояние, проходит, проезжает, не знаю, проплывает, пролазит через грязь, через какое-то преодоление физическое, моральное, неважно, может быть, даже и в комфорте проходит, не понимает, что он лично может сделать, то, что делали только до него герои романов, фильмов, которые он смотрел, он говорит, что он сам это сделал. Это человека меняет на всю жизнь, не повышает самооценку. В отличие от западных соседей, русский человек веками жил в экстремальных условиях. Суровая северная природа, охота и рыбалка. Это не просто хобби, а настоящий культ. Неприкотлив быт рыбаков, огненная вода и обезжиривает, и лечит, и разнообразит досуг. Хотя далеко не всем рыболовам удается соблюдать тонкий баланс между развлечением и настоящим безумием. Зимняя рыбалка самый настоящий русский эксклюзив. В остальных странах ею промышляют немногочисленные коренные народы севера. А в России зимой на лед высыпают сотни тысяч любителей посидеть с удочкой у лунки. Чередуются оттепи обильными снегопадами и лед на многих водоемах, да почему можно сказать, что на всех подмосковных водоемах очень непрочный. Куда разогнался? Идиот! Выпрыгивайте, давайте! Бывают много таких случаев, когда люди побыстрее хотят добраться до места лова, совершенно не глядя на обстановку на льду, и это бывает часто именно причиной того, что люди проваливаются. Что гонит на лед этих благополучных и явно небедствующих людей? Зачем они подвергают свою жизнь смертельному риску? Ведь ту же самую мороженую рыбу можно купить в любом супермаркете. Рюкзак далеко! Герои этого ролика спасают рюкзак с документами. Десятки иностранных комментариев повторяют один и тот же вопрос. К чему этот героизм? Документы ведь можно восстановить, причем без риска для жизни. Сейчас я вместе с ней уйду на дно. Однако придумывать отговорки всегда проще, чем рискнуть и сделать. При желании можно найти причины, чтобы не спасать из такой же полыньи собаку, товарища или ребенка. Отходи! Этот ролик очень впечатлил уроженца жаркой Африки по имени Айк. Он долго колебался, прежде чем впервые выйти на лед. Обучить иностранца всем тонкостям подводного лова взялся эксперт по зимней рыбалке Денис Майборода. Ну что, Айк, вот пришли на водоем, сейчас будем заходить на лед. Как ты, готов? Готов. Чуть-чуть страшно, но готов. Африканец внимательно слушает инструктаж. Любой промах неопытного новичка может стоить ему жизни. А теория правильного перемещения по льду создавалось методом множества проб и ошибок. Идем сначала вот до деревянной вот этой штучки, чуть-чуть потом вперед, и наискосок вот за мной пойдешь, то есть вот лед более-менее тут, но тонковат. Поэтому надо вот таким вот, потому что вот здесь вот где черное, там кто-то, видимо, ходил и провалился. Однако найти правильное место для лова это еще полдела. К подлетным обитателям еще нужно пробурить скважину. И у этого процесса тоже имеются свои тонкости. Так, ну чего, давай, сейчас будем сверлить. Вот так вот становишься и крутишь. И тут будет вода. И вот так вот. Давай. Наконец, долгий подготовительный этап завершен. С замиранием сердца Айк впервые в жизни опускает крючок с наживкой под лед. Наставник советует ему не торопиться и очень внимательно следить за малейшими колебаниями лески. Сейчас, давай, подожди. О, давай, тяни, тяни. Ой, да, да, да. Давай, давай, быстрей, быстрей, только тяни. Опа! О, первая рыба в жизни ловил. Вау, классно. Отлично. Восторгу иностранного гостя нет предела. Похоже, в армии любителей зимней рыбалки только что появился новый боец. И Айка очень интересует все традиции этого экстремального русского развлечения. За водкой надо бежать, обмывать первую рыбу. Надо, надо, надо. Впрочем, что там африканские гости? Зимнюю рыбалку в России почитают все от мала до велика. Даже четвероногие обитатели леса регулярно выходят на лед. Обалдеть. К сожалению, норки наловить себя рыбки на ужин нечем. Разве что, как тот волк из сказки на собственный хвост. Или же можно попытаться воспользоваться чужой удачей. Русский релакс порой очень сложно отличить от тяжелой работы. Однако такой досуг приходится по душе и многим иностранцам. Стоит лишь им на себе ощутить особенности национального отдыха. Засекреченные списки доказывают, что эту страну не победить. Спасти жизнь человеку на улице и оказаться в эпицентре шпионского скандала. Это очень по-русски. Нас учили помогать людям независимо от расовой принадлежности к какой нации, с какого государства. Почему Стивен Спилберг сначала собирался, а потом передумал воевать с русскими? Когда я был подростком, то постоянно пребывал в состоянии ужаса. В прессе без остановки говорили о красном телефоне, о том, что русские вот-вот нажмут кнопку или повернут ключ, и Советский Союз начнет воевать с Америкой. И что за русский десант Россия готовит к заброске в Калифорнию? Сейчас немного приоритеты поменялись, как-то расстановка сил стала иная, и теперь мы нет-нет, и закинем очередной десант. А прямо сейчас вы узнаете, почему на Западе самым страшным русским оружием считают картошку в газировке. Будем кушать все вместе, у нас все будет. Это сделали русские. 11 поводов гордиться своей страной. Если вы получили приглашение на чашечку чая от англичанина, можете рассчитывать на чашечку чая, и в лучшем случае на маленькое печенице, не больше. Но если вы идете на чашку чая в русский дом, то постарайтесь освободить вечер и ни в коем случае ничего не ешьте перед визитом. Вас ожидает накрытый стол с печеньем, вареньем, пирогами и блинами. Но перед этим вас хорошо накормят борщами, пельменями, окрошкой, холодцом, блинами и, конечно же, икрой. Русская кухня является энергетической емкой, потому что вся пища готовилась у нас специально таким образом, что она все время насыщалась какими-то магическими ритуалами. И это, кстати говоря, из прошлого уже пришло сюда, в настоящее. У истинных кудесников русской кухни не в почете изысканные премудрости и хитрости, как, например, у китайских кулинаров. Они не используют большое количество специй, в отличие от восточных коллег. Русская кухня проста и питательна. Французы хвалятся аристократизмом своей кухни. Итальянцы прославляют свежесть и простоту своих блюд. Японцы придают важный философский смысл горсточки риса и любому соусу. Испанцы носятся со своим ритуальным хамоном, а американцы травят весь мир фастфудом. А между тем, русская кухня и русские рестораны постепенно захватывают мир, несмотря ни на что. Русские во все времена относились к трапезе просто. Уважали супы, борщи, пельмени с хрустящей горбушкой ржаного хлеба. Уплетали блины со сметаной или икрой. Запивали все это обилие квасом или медовухой. Неподготовленный иностранец от русских блюд поначалу оказывается, мягко говоря, в недоумении. Мимонсар. Некоторые заграничные диетологи считают, что в русской кухне практически нет блюд, которые можно есть без вреда для организма. Например, борщ. Как можно смешивать столько продуктов в одном супе? Они считают, что лучше бы готовить его без мяса и не класть туда так много сметаны. Блюда, которые мы считаем особенно вкусными вызывают у непосвященных совершенно иную реакцию. Окрошка. 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 Например, иностранцам трудно понять, как можно есть огурцы, картофель, рис и вареную колбасу одновременно. Да еще и утопив их в сладкой газировке. Потому что наш любимый, терпкий и вкуснейший квас для них ничто иное, как кола. Не понять иностранцам и тот самый холодец, который хозяйки прячут на балконе до того, как пробьют куранты. Это блюдо съедают с чесноком и хреном за милую душу еще до наступления 1 января. А что уж тут говорить о квашеной капусте, гречневой каше и винегрете? Во всем мире едят блины, но как десертное блюдо. А русские научили весь мир сходить с ума от тех же сладких блинов, но только с рыбой и икрой. Блины обрядовая пища, пища, посвященную солнцу. И блины всегда мы делаем сладкими. Сладкими или еще мы можем делать с чем-то таким, что именно символизирует изобилие. Изобилие символизировала икра. Поэтому блины делались либо с икрой, либо сладкие блины. С мясом блины стали делать уже намного позже. Пять лет назад два молодых француза привезли в Россию особенный рецепт приготовления блинов. Решили удивить столичных жителей своим кулинарным искусством. Мы думали, что у вас в России блинщики нету. все бабушки тоже нам говорят, что это наши блинщики. Это наш. Французам в России очень понравилось. Девушки все как на подбор. Красавицы. А главное, люди вокруг добрые. здесь, я чувствую, что русские помогают побольше, помогают друг другу. Понимаете? И еще что важно, это русские душа, а здесь люди не жадные. Понимаете? Отдам, что? Отдам, ну, отдам много. Есть картошка, будем кушать все вместе, у нас все будет. В Апансе был тоже так, но давно. Сейчас очень индивидуализм. Однако для счастливой жизни в России необходимо было преодолеть языковой барьер. Для этого шевалье вышли со своими блинщиками на улице Москвы. И мы начинали готовить блинщики на улицу для учить русский язык. И мы готовили бесплатно блинщики. А потом наш концепт был сколько хотите, сколько платите. Поэтому у нас было много пенсионеров, бабушки, которые... Какая разница? Правда, со временем семейный рецепт французских блинщиков претерпел изменения. Парни, которые собирались удивить нас национальным кушанием, стали перенимать секреты русских мастеров. Вот, вы положили на блинщики сода. А у нас во Франции мы не положили это. А сейчас мы положили сода. Ну, как вы, а потом мы готовим с икрой. У нас во Франции мы не готовим блины такие с икрой, сметаной. В России вы любите огурец. Правильно? Вот, поэтому мы положили тоже томат, помидор, салат, огурец, так что теперь москвичи и гости российской столицы с удовольствием лакомятся вкуснейшими франко-русскими блинчиками. Русская кухня шагает по миру. Иностранцы учатся премудростям русской кулинарии. И тут, конечно, первый блин комом, а пельмень лепешкой. Однако попытка не пытка. Кост грег с пельмень. Сегодня рестораны русской кухни есть практически во всех крупных городах мира. Даже в далеком Мехико гостей здесь встречают русской песней. В меню красная икра, салат мимоза, сельдь под шубой, винегрет, еще рассольник, борщ, солянка, пельмени, гуляш, вареники и, разумеется, компот. Все приготовлено как дома в России. Когда я начала учиться, конечно, это стоило мне трудов. Русская кухня очень вкусная, приятная. Моим родственникам нравится гуляш и русский салат оливье. Сытые люди мирные люди. Возможно, если русская еда завоюет весь мир, это будет самая вкусная война в мире. Смотрите в засекреченных списках через несколько минут. Битвы, которые ждет весь мир. Игры этих двух стран придают совсем другой привкус любых соревнований. Как русские придумывают самое непобедимое оружие? Играючи? В какой-то момент технологии, которые в них реализованы, конечно, будут призваны на военную службу. Громбят. Громбят. Водка, от которой не пьянеют. Это миф? Реальность? И вроде алкалоиды дает, но не оставляет никаких следов даже похмели. И через минуту главная культуристка российского интернета. Вашем царе выступление, да, конечно, на всю жизнь запомнился. Засекреченные списки прямо сейчас. Почему Россию не победят никогда? Никогда? Вот меня, мама, добренько послушай меня спокойно, не орать, не кричать. Оксана Хужева сняла на телефон диалог с маленьким сыном. Спокойно вот так сказано, урек, я тебе сказала раз. И поделилась смешным видео с подругами. Но если я вот так повторю тебе и ты меня не будешь слушать, сейчас что мы сделаем? Поругаемся. Поругаемся. Она до сих пор не знает, кто из них выложил ролик в интернет. Но уже на следующий день четырехлетний Нурлан Хужев из Черкеска стал большой звездой. Шесть миллионов лайков. А ты любишь свою страну? Россию. Россию? Она большая? Она большая. Большая. По данным Медиаскоп в 2017 году количество интернет-пользователей из России достигло 67 миллионов человек. На просторах глобальной сети мы на других уже насмотрелись и захотели себя показать. В современной России важнее, какая у тебя камера, чем какая у тебя машина. Соответственно, камера, она покупается для просто так на полке стоять, а для того, чтобы что-то снимать, что-то выкладывать куда-то. И вообще, как там сказал один известный человек, что если тебя нет в Твиттере, ты вообще не присутствуешь в этой реальности. Поэтому у нас, конечно, эта вся история, она поглотила с головой вообще. И развитие идет семимильными шагами. Русские звезды интернета на шестой строчке засекреченных списков. Мощно, красиво, феерично. Так интернет-пользователи высказываются о танцевальном коллективе Юди из Томска. Причем, в основном, зарубежные пользователи. Ведь сибиряки Юрий, Денис и Игорь пробились в финал британского телевизионного конкурса талантов. А сейчас сеть рвет вокальная оригинальная группа «Бабочки». Самой старшей ее солистке 75 лет. Жительниц Челябинска на творческие подвиги вдохновил пример бурановских бабушек, которые также нашли первых почитателей благодаря интернету. 26-летнюю россиянку Наталью Кузнецову называют «женщиной-базукой» и «новой амазонкой». Ее достижения в строительстве тела оценили сотни тысяч подписчиков по всему миру. Ну, началось все, на самом деле. Я была еще подростком, я была 14 лет, то я пришла в спортзал, ну, наверное, как и все обычные люди, приходят в спортзал, ну, просто так, я была очень худенькой девочкой, то есть килограмм сорок весом. Сегодня Наталья Кузнецова чемпионка мира, Европы, Евразии, России по жиму лежа, становой тяги, армлифтингу. Но популярность в сети радует девушку ничуть не меньше, чем медали, в чем она искренне призналась засекреченным списком. На самом деле уже довольно известна у нас, ну, в стране, наверное, нету более известной девушки в культуре с семьями. В Тверской области собственная страничка в популярной соцсети есть у самого известного в этих краях медвежонка. Косолапова зовут Мансур. В прошлом году местные летчики нашли его на взлетно-посадочной полосе аэродрома. Сначала они пытались подыскать потерявшемуся медвежонку дом, но Мансур оказался на притравочной станции. Пилоты не позволили малышу стать тренажером для охотничьих собак. Забрали его обратно, соорудили дом-берлогу и даже установили в нем видеокамеру. Теперь все желающие могут подписаться на Мансура в соцсети и наблюдать за тем, как он живет. Можно даже приехать к медвежонку в гости. Имейте в виду, больше всего на свете он любит сгущенку и пилота Андрей Иванова. Обогнать медведей по количеству просмотров может только писец. Голодный, но скромный русский писец, который пытается украсть улов прямо из лунки. Он только появился в сети, а у него уже больше четырех миллионов просмотров. Мужчина-рыбак сначала отгоняет зверя, но потом, когда тот пытается подкопать лед на пути к его улову, добродушно позволяет полакомиться Мойвой в награду за настойчивость. А вот здесь можно побегать, да? Вечные снега, ушанка на бекрень, валенки, икра ложками, веселые напевы «Ой, мороз, мороз», гармонь, душа на распашку и ручные медведи. Какие еще мифы о нас сочиняют? Где вымысел, а где чистая правда? Смотрите в засекреченных списках через несколько минут. Что такое советский эликсир мечты и кто его уничтожил? К сожалению, в 85-м году лаборатории были ликвидированы и водка безпохмельная ушла в небытие. Кого страна обязательно должна знать в лицо? Они могли проехать мимо, но они этого не сделали. Для нас они действительно герои, мы ими очень вердимся. Как режиссер с мировым именем начал бояться русских и почему перестал это делать? Не бойся, я знаю русских, они нас не тронут, никто никого не будет бомбить, но тогда я ему не поверил. Кто к нам с мечом придет, тот погибнет от сверхоружия. Это образец, самая дальнобойная винтовка сейчас в мире, снайперская, в калибре 408 Читак. Смотрим засекреченные списки. Еще недавно западные СМИ предрекали скорый и неизбежный крах стратегических военных сил России. Мол, еще год-другой и созданный при Союзе ядерный щит окончательно проржавеет. И тогда заносчивая северная держава узнает, наконец, свое место. Но с прогнозами иностранных аналитиков что-то пошло не так. Пятый номер засекреченных списков «Русские ракеты». Новее не бывает. Это испытание новой российской межконтинентальной баллистической ракеты РС-28. Наши военные зовут ее «Сармат». Падки и жидосенсации иностранные журналисты незамедлительно окрестили новинку «Сатана-2». Одна такая ракета может стереть с лица земли всю Францию или, к примеру, штат Техас целиком. С восторженным ужасом пишет английская газета «САМ». А что же при этом хваленная американская «Про»? Система, на которую потрачены сотни миллиардов долларов и которая стала камнем преткновения в российско-американских отношениях, оказалась беспомощной перед нашей новинкой. Правда, в Пентагоне этот неудобный факт предпочитают не комментировать. Современная наша самая тяжелая «Сармат» – баллистическая ракета, корректирующаяся на разных этапах свой полет. Четыре тонны ядерного заряда, которые несут на расстоянии до 10 тысяч километров. Эти ракеты летают через Южный и Северный полюс. Ну, для специалистов это понятно, так устроены прицеливания. А эти все рубежи не прикрыты никем. Они не в состоянии перехватить. Критики российского военно-промышленного комплекса в прошлом не раз говорили. Окей, ракеты вы делать умеете, но во всех остальных областях военных инноваций Россия отстала на десятилетия. Конфуз в стане хулителей российского оружия приключился в прошлый день победы во время премьеры нового танка «Армата». Я считаю, что этот танк является очень современным, хорошо вооруженным. Армия России является одной из лучших в мире. Ботсвана очень богатая страна. Вот уже много лет стабильно входит в десятку крупнейших мировых покупателей французского оружия. Но теперь демонстрация возможностей систем российского производства заставила африканских военных пересмотреть собственную доктрину вооружений. Впрочем, танки это все же не самый ходовой товар на рынке вооружений. Что со стрелковыми новинками? Правду ли говорят, будто русские не придумали ничего толкового со времен легендарного АК-47? Снайперская винтовка, на которой находится снайпер подразделения в роте с весом чуть больше 5 килограмм, работающая на расстоянии до 2,5 тысяч метров. Хотя уже есть винтовки, которые работают не являясь крупнокалиберными, работают и до 4 тысяч. Несколько десятилетий отечественные оружейники не могли на равных конкурировать с западными производителями снайперских винтовок. Одно время для нашего спецназа их даже закупали за границей. И вот отставание наконец преодолено. Да как? Нам покорился новый рекорд по дальности стрельбы и снайперской винтовки. Целых 4 тысячи 178 метров. Предыдущий рекорд был почти в два раза меньше. Это образец самая дальнобойная винтовка сейчас в мире снайперская в калибре 408 Читакли. Это по нашей классификации 10,3 на 77. На сегодняшний день это самый дальнобойный патрон и в этом патроне это самое дальнобойное оружие в мире. За счет технологий, за счет некоторых ноу-хау, которые применяются только у нас и не применяются более нигде. Но как теперь западным аналитикам рассуждать о неспособности российских разработчиков придумать еще один удар замена знаменитого РПГ-7. Гранатометный комплекс Бур настолько компактен, что международные эксперты не могут скрыть удивление. Неужели это с виду игрушечное изделие можно считать полноценным боевым оружием? На самом деле да. Тульские мастера из конструкторского бюро приборостроения уверяют, с их малышкой не сравнится ни один пехотный гранатомет в мире. Вчерашние игрушки и спортивные забавы действительно способны превращаться в грозное оружие. Дрон Биатлон проводится для воздушных роботов, для подводных роботов, для наземных роботов. В какой-то момент технологии, которые в них реализованы, конечно, будут призваны на военную службу. Дрон Биатлон Опыт сирийской компании показал, широкое применение дронов помогает решать целый спектр всевозможных задач. За ними будущее. И в прошлом году концерн Калашников представил новый оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ЗАЛО-421. Завод может собирать этих роботов тысячами и миллионами, посылать их в бой, потеря такого робота это просто вопрос денег и ресурсов. Подготовка опытного грамотного пилота занимает десятилетия. Потеря человека на фоне миллиона роботов это несоизмеримые вещи. Дрон ЗАЛО на неискушенного дилетанта не производит особенного впечатления. Куда ему потрошителей? Но российский беспилотник в отличие от заокеанских конкурентов абсолютно бесшумный. И кроме того компактные размеры дают ему другие очень важные преимущества. Если скажем большой летательный аппарат беспилотный который по своей размерности близок к пилотируемым самолетам и вертолетам его обнаружить и поразить средствами существующих систем ПВО достаточно просто вот то аппараты мини-класса они представляют в общем-то достаточно некоторую сложность для средств ПВО обычно. На эти аргументы западным экспертам возразить нечего. Но даже при этом раскромном счете в пользу российского ВПК известие о том что русские обходят американцев еще и на рынке гражданского оружия словно удар под дых. Вот эксперт концерна калашников стреляет по мишеням на 200 и 300 метров. Не самый вроде бы выдающийся результат. Не в яблочко да, но не уверена. Устаревший автомат на большее не способен. Как бы не так, ведь на самом деле стрелок ведет огонь из гладкоствольного оружия. Даже на расстоянии 300 метров новое ружье ТГ-2 может на равных состязаться с большинством нарезных винтовок. Американцы не верят своим глазам, но тысячами шлют предварительные заказы на русское чудо-ружье. Кто же помог русским совершить столь впечатляющий переворот в оборонной промышленности? Задаются вопросом огорошенные эксперты. Инопланетяне? Высшие силы? Да нет же! Сами американцы косвенным образом и помогли. Наша территория, наш ресурс, наши запасы, они всегда очень серьезно интересовали, и вы помните, политики разного уровня, и в Европе, и в Соединенных Штатах всегда говорили, не может одна страна владеть такими запасами. Сегодня Россия имеет разработки, которые не имеют аналогов вообще, и даже трудно представить. И только те, кто кладывает деньги, заботится и думает о будущем, может надежно рассчитывать на то, что он будет в безопасности. Недаром наши предки говорили, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Русское военное мастерство сомнений не вызывает, как и возможности наших оружейников. Далее в засекреченных списках. Водка, от которой не пьянеют. Это миф? Реальность? Или чудо изобретения советских ученых? Она была сделана из таких вещей, как, например, сердцевина, зернышко, винограда. Жертвы, которые вынуждены принести наши спортсмены. Мы народ, который готов ради этого на колоссальные физические, материальные, эмоциональные любые совершенно ресурсы и резервы. И что за симметричный ответ они готовят для МОК? Красная машина, это правильно, потому что красный цвет победы. Смотрите засекреченные списки. 11 поводов гордиться тем, что сделано в России. Для Запада практически неразделимы понятия русские и водка. Это классический штамп. К примеру, все голливудские сценаристы знают, наши соотечественники на экране обязательно должны пить беленькую. Желательно прямо из горла. Услышься! Ваше здоровье. Если верить американским кинематографистам, даже наши космонавты только и делают, что пьют водку прямо на орбите. Здорово! Это русская космическая станция. Слышите там меня? Россиян принято считать самой пьющей нацией в мире, хотя никакие статистические данные это не подтверждают. Мы не на первом месте по употреблению алкоголя. 5-6 лет назад объявлялись цифры 18 литров на душу населения в год выпиваемого алкоголя в России. это 11,5 литров. Европа пьет 12-13 литров на душу населения в год. Америка тоже. Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что больше всего алкоголя потребляют в Литве. На втором месте Белоруссия, на третьем Латвия. И тем не менее водка считается чисто русским изобретением. В популярном американском сериале «Карточный домик» российский президент Петров дарит своему американскому коллеге водку в золотой бутылке, а потом учит заокеанских политиков правильно пить. А теперь вдохните запах хлеба, скажите «ну» и свистите. Вдохните свой рукав и скушайте огурчик. Итак, почему же мы это делаем? Никто не знает. Для съемок этой сцены использовали экспонат из музея водки в Копенгагене. Самую дорогую бутылку в мире. 6 литров 40-градусного напитка в золотом сосуде, украшенном бриллиантами, стоят 1 миллион 300 тысяч долларов. Точнее стоили. Во время новогодних каникул 2018-го вернувшийся в Данию раритет был украден. Спустя два дня пропажу нашли на стройке Копенгагена. Бутылка оказалась целой, но пустой. Вор выпил содержимое, а драгоценную тару просто выбросил. У меня был шок, я подумала, это русские пьют? И я считаю, что вообще наша черта единственная хорошая в этом смысле, что мы умеем пить. То есть мы можем выпить для удовольствия и разговаривать после этого. Там не умеют пить, на Западе точно не умеют пить. И это доказывают многочисленные интернет-ролики. Наш национальный напиток уже давно пользуется на Западе огромной популярностью. Еще в советские времена продажи водки на экспорт были так высоки, что завистливые соседи попытались присвоить ее. В 1977 году Польша обратилась в международный арбитраж, пытаясь доказать, что русскую водку изобрели поляки. Вообще ничего не патентовали. Советский Союз это была очень замкнутая структура. Смысл был какой-то там что-то патентовать, потому что жили обособленно. Удивительно, почему когда началась перестройка, гласность, все русская стала очень популярна, почему-то в то время не озаботились. Ну, прошляпили. Человеком, отбившим русскую водку у шляхтичей, называют Уильяма Пахлебкина. Как ни странно, но ни институт истории, ни институт продуктов брожания не смогли документально подтвердить подлинность рецепта хлебного вина. Тогда за дело взялся Пахлебкин, историк, кулинар, автор уникальных рецептов, и доказал, что в России начали ее неопровержимые доказательства того, что беленькую изобрели русские. После необычного процесса родился лозунг «Только водка из России настоящая русская водка». При этом поляки, которые представляли свои доказательства в суде, смогли представить лишь подтверждение о начале такой деятельности, как производство крепких спиртных напитков лишь с середины 16 века, таким образом, на 100 лет позже, что и в том числе явилось основой для принятия решения международным судом относительно прав на название именно напитка водка. А вот в лихие 90-е 43 самые популярные наши водочные марки все-таки сменили гражданство. Права на них получил ныне британский подданный предприниматель Юрий Шефлер, причем по рекордно низкой цене. Юрий Шефлер купил бренд за какие-то жалкие 300 тысяч долларов в 1997 году. Хотя по международным аудиторским оценкам этот бренд стоит 4 миллиарда долларов. Тяжба длилась 15 лет. И вот буквально месяц назад апелляционный суд Нидерландов вернул России права на все 43 водочных бренда. Водка приносит нашей стране не только экономическую выгоду. Во все времена она помогала нам и в делах политических. В апреле 1941 года в Москву приехал министр иностранных дел Японии Юсоке Мацуока. Для СССР было крайне важно заручиться его поддержкой. И к нему был применен наш народный метод. Его просто напоили до поросячьего визга. И когда банкет закончился, когда его уложили спать, подписал все документы и согласился на все условия русских. И действительно тогда Япония не вступила в войну. Японский министр не устоял перед русским гостеприимством. В прямом смысле этого слова. Вот как встречу описывает его советский коллега нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. В завершении его визита Сталин сделал один жест, на который весь мир обратил внимание. Сам приехал на вокзал проводить японского министра. Этого не ожидал никто. Потому что Сталин никогда не встречал и не провожал. Мы со Сталином крепко напоили Мацуоку и чуть ли не внесли его в вагон. Эти проводы стоили того, что Япония не стала с нами воевать. Пожалуй, единственный недостаток такой дипломатии это похмелье. Но в 80-е годы в Советском Союзе изобрели водку, от которой голова наутро не болит. Чудодейственный напиток назвали русское руно. Это было секретное изобретение наших лабораторий химических водка, которая вообще не оставляла похмелья. Она была сделана из таких вещей, как, например, сердцевина, зернышко винограда, которое вроде и алкалоиды дает, но не оставляет никаких следов даже похмелья. Беспохмельную водку сначала тестировали на мышах, потом на добровольцах. Причем после простых смертных в роли подопытных выступили партийные функционеры. Под воздействием антиалкогольной компании были ликвидированы записи и водка вот эта беспохмельная ушла в небытье. Миф о русском пьянстве много лет остается инструментом идеологической борьбы против России. Классические двойные стандарты. Русские пьющие водку пьяницы и невежды. А, к примеру, тот же Джеймс Бонд, который, начиная с утра, мешает ее с Мартини, мужественный джентльмен. Но, как бы то ни было, при слове водка ни у кого в мире не возникает сомнений. Это сделали русские. «Человек человеку волк» гласит древняя латинская пословица. Что ж поделаешь, так устроена жизнь, кивает весь мир. Кроме русских. Ведь каждый из нас не только за себя, но и за товарища. Русская взаимовыручка замыкает тройку лидеров за секречных списков. Эта машина скорой помощи в конце прошлого года произвела в Швеции настоящий фурор. Казалось бы, медики просто сделали свою работу. Помогли человеку, которому стало плохо в центре Стокгольма. Странно только то, что карета не отложки и ее экипаж были российскими. Мы забирали нашего соотечественника из университетского госпиталя города Ренбру своей скорой помощи. В пути нас остановила толпа шведов с просьбой оказать помощь молодому парню, который лежал на асфальте. В медике везде, в любой стране медик – это медик. Он обязан оказать помощь независимо в какой стране он находится. В первую очередь мы медики. Нас учили помогать людям независимо от расовой принадлежности к какому нации, с какого государства. Человеку плохо. Если мы в силах помочь, почему бы не помочь? Это моя личная инициатива, такая моя позиция. А вот шведская пресса поначалу раздула целый шпионский скандал. Что русские делали в Стокгольме? Не пытались ли они украсть важные шведские секреты? А может быть, это скрытая экспансия? Правда, разобравшись, что к чему, Министерство иностранных дел Швеции поблагодарило россиян за помощь профессиональную, а главное – бескорыстную. А посмотрите, что не так давно происходило у российско-литовской границы. В затруднительном положении оказалась могучая лосиха. Хорошо, все, все. Вот это самый лучший вариант. Отдыхай, отдыхай, малой, отдыхай. Держись, 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 держись. А это видео снято в Карелии на Выгозере. В общем, дед Мазай это никакой не вымысел. Правда, спасать его многочисленным плоном приходится не только зайцев. Иногда в помощи нуждается даже хозяин тайги. Понимают ли медведи по-русски? Смотрите сами. Не бойся, не бойся, не бойся, садись туда, как мотором. Русский язык у нас прекрасно знает любая собака. Даже если ответить может не всегда. Терни, держись. В конце прошлого года недалеко от поселка Усть-Долосы в Псковщине в полынию провалился ничейный пес. Дорожные рабочие, которые заметили Горемыку, костерят его самыми бранными словами, но гребут к бедняжке изо всех сил. Денис, давай, давай, шевели педальями, педальями, шевели. В утлой лодочке трое взрослых мужиков. Если она вдруг перевернется, шансов выбраться на берег у них будет немного. Но спасатели не думают о себе. Не до того. Каждая секунда на счету. Давай, 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 черненький, держись. Переверните, переверните. Давай к нам. Денис, сразу его за шкирку. Больше всего мужики боятся не успеть. И за свою самоотверженность они получают самую высшую награду спасенную жизнь. Витек, помоги ему, я лодку держу. А, парни, мы молодцы, мы это сделали. Эти кадры облетели всю страну. И тысячи людей задавались вопросом, как сложилась дальнейшая судьба пса-счастливчика. Активисты общественного движения отправились в Псковскую область. И не с пустыми руками. Спасателям достались памятные футболки. А псу особый подарок. Черныш живет вот возле этого кафе. Там у него специальный коврик постелен. Мы только что дали чернышу косточку, и он уволок его куда-то за угол грызть. Ну, пойдем насыпем ему еще костей. Самое время напомнить нашу пословицу. Сам погибай, а товарища выручай. Не случайно она главный девиз суровой и холодной России. Ведь безнадежного дружеского плеча, на которое можно опереться в любой ситуации, на наших бескрайних просторах просто не выжить. Знаете ли вы, что Голливуда могло и не быть, если бы не два нищих еврейских паренька из провинциального Рыбинска Ярославской губернии? Их отец Хаим Шейнкер был приказчиком Волжского пароходства. В 1893 году в поисках лучшей жизни он увез семью в Штаты. И там слегка изменил фамилию. Его старшие сыновья вошли в историю как братья Шенки. В Америке Николас и Джозеф ни дня не сидели без дела. Сначала подрядились разносить газеты. Потом помогали провизору в аптеке. А потом попали в шоу-бизнес, получив место управляющих в парке развлечений. Там они познакомились с парнем, который устраивал киносеансы. И решили стать партнерами. И вскоре поняли – это золотая жила. Наши люди в Голливуде на втором месте засекреченных списков. Уже через 10 лет братья Шенки стали настоящими магнатами. У них было несколько кинотеатров и собственная кинокомпания. На них работали 12 тысяч человек. Николас – один из тех, кто создал Американскую киноакадемию. Именно она учредила знаменитую кинопремию «Оскар». А Джозефа называют основателем голливудской системы звезд. Голливуд вырос на системе Станиславского. Опять же, из Эйнштейна хотели переманить в Голливуд. Обещали ему просто немыслимые по тем временам деньги. Он выбрал Россию. При желании русские корни можно найти у многих сегодняшних голливудских знаменитостей. От Сталлоне до Дикаприо. Например, в 1912 году в США эмигрировал некий Хершел Даниилович. Он поселился в пригороде Нью-Йорка и стал Харри Дэмски. Его сын Изя с детства ненавидел свое имя. И при первой же возможности придумал себе новое, более благозвучное Кирк Дуглас. Он, а также его сын Майкл в представлении не нуждаются. Круто, мужик! Вайнона Райдер много лет трудится над семейным древом томчаных. Это фамилия бабушки-актрисы. Она дожила до 100 лет и много рассказывала Вайноне о ее русских корнях. Актриса говорит, что почти все ее родственники со стороны отца умерли в лагерях. А она мечтает посвятить им фильм о России и о Второй мировой войне. Кстати, брата Вайноны зовут Урием в честь первого русского космонавта Юрия Гагарина. Любимую бабушку Леонардо Ди Каприо зовут Елизавета Смирнова. Она покинула Россию ребенком. Сразу после революции ее родители эмигрировали в Германию. Там она выросла, вышла замуж и стала Хелен Индербиркин. А ее дочь переехала в США, где и родила талантливого Лео. С детства помнит русский колыбельный Стивен Спилберг. Оба его деда выходцы с Украины. Когда я был подростком, то постоянно пребывал в состоянии ужаса. В прессе без остановки говорили о красном телефоне, о том, что русские вот-вот нажмут на кнопку или повернут ключ. Советский Союз начнет воевать с Америкой. Все боялись советской космической авиации. Якобы их спутники, запускаемые в космос, начнут нас бомбить. Тогда мы были детьми, а дети очень впечатлительные. Мы до смерти боялись Советского Союза и Третьей мировой войны. Но, знаете, мой отец, он неплохо говорил по-русски. Его родители и родители его родителей были из России. И он мне сказал однажды, «Не бойся, я знаю русских, они нас не тронут, никто никого не будет бомбить». Знаменитый Сильвестр Сталлоне заключил выгодный контракт с одним из известных водочных брендов. И произошло это благодаря не только популярности, но и славянским корням. Дело в том, что Сильвестр хоть и появился на свет в Нью-Йорке, но его родители парикмахер с Сицилией Фрэнк Сталлоне и астролог Джекли Сталлоне Лейбофиш, «В каждом из нас есть частичка русского», с удовольствием констатирует знаменитый Рэмбо в рекламном ролике. Теперь вы понимаете, почему мы включили Голливуд в список того, что сделали русские. Это фрагмент легендарного баскетбольного матча, самого известного за всю историю этого вида спорта. 1972 год. Мюнхен. Олимпийский финал. Сражаются команды СССР и США. Три секунды до конца матча. Счет 50-49 в пользу американцев. Они короли баскетбола. Увезли с собой за океан золотые медали семи предыдущих игр. И уверены, восьмая тоже принадлежит им. Но пройдут три секунды и мир уже никогда не станет прежним. Точный пас Ивана Идешко. Бросок Александра Белова. Счет на табло меняется. 51-50 в пользу СССР. На пьедестале почета спортсмены, победившие в красной форме. И красный флаг как символ победы и несгибаемой воли советских героев. На первом месте засекреченных списков советские спортсмены. Легендарные и непобедимые. И красная машина 2-0. Русские, которые наступают. Директор большого московского цирка Эдгар Запашный, один из тех, кому идея выступить на Олимпиаде в Корее под красным флагом, сразу же пришлась по душе. Знаменитый дрессировщик организовал флешмоб в поддержку петиции. И только за первые три дня его обращение собрало 40 тысяч лайков. Больше, чем современную Россию, боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся, пускай наши пацаны, девчонки выйдут с гордой надписью СССР и разорвут там всех нафиг. А? Правда? 1972 год. Зимняя Олимпиада в японском Саппорах. Во время этих состязаний родился анекдот, который у иностранцев вызывает недоумение. У русских улыбку. Все началось с того, что на первой полосы японских газет попало загадочное слово Дахусим. Произошло это благодаря двукратному олимпийскому чемпиону, прославленному лыжнику Вячеславу Веденину. Была такая история на Олимпиаде в Саппорах в далеком уже 72-м году. Русский спортсмен выходил на дистанцию и кинул такую мимолетную фразу. И на следующий день японские таблоиды вышли заголовком, где было сказано, что русские для того, чтобы победить, использовали магическое слово заклинание Дахусим. А это фрагмент одного из матчей суперсерии СССР-Канада 1972-го года. В восьми играх советская команда забросила 32-жайбы, канадская 31-го. Правда, победителями в итоге стали родоначальники хоккея. Они одержали 4 победы, а наша сборная 3-й. Один раз сыграли в ничью. Впрочем, это не помешало канадцам уважать наших хоккеистов. А до суперсерии они были уверены, что никто, кроме них, не умеет обращаться с клюшкой. Каждый, кто смотрел суперсерию, помнит, как в шестом матче эпического противостояния Бобби Кларк сломал Валерию Харламову лодыжку. Но убрать легенду номер 17 с площадки канадцу по прозвищу убийца не удалось. Борис Михайлов играл в команде под номером 13. Единственный ныне живущий игрок легендарной тройки. Он вспоминает о событиях 72-го в эксклюзивном интервью с засекреченным списком. Я считаю, что с 72-го года мы открыли, как Петр I открыл и пробил окно в Европу. Также мы пробили окно и так получилось, что они считали, что они сильнейшие, мы считали, что мы умеем тоже играть. Ну вот эти 72-й год, они до сих пор остаются на первом месте между взаимоотношениями Канады и России и взаимоотношениями между игроками НХЛ и российским хоккеем. Как бы и какие места не занимались, все равно игры этих двух организаций или стран придают совсем другой привкус любых соревнований. Кстати, красные машины русских прозвали именно благодаря хоккеистам. Капитан сборной США Майк Эрузионе вспоминал. Они были как роботы. Когда они забивали гол, они даже не улыбались. Мне кажется, что я никогда не видел их улыбающимися. Знаменитый советский и российский спортсмен Павел Буре не сомневается. Наша хоккейная команда и была и остается одной из самых сильных в мире. У нас во все времена сборная или СССР Россия была очень сильной, она является сильной. То есть у нас традиционно хоккей во все времена был очень сильный и поэтому конечно на любом соревновании наши ребята и боролись и будут бороться за самые высокие места. Спортивные эксперты с мировыми именами уверены, сегодня красная машина снова набирает обороты. Мы народ, который обязан быть первым, который стремится быть первым, который готов ради этого на колоссальные так сказать физические, материальные, эмоциональные, любые совершенно ресурсы и резервы. Даже цвет формы наших спортсменов напоминание об их силе и превосходстве и мощный психологический удар по сопернику. Это выступление олимпийской чемпионки 2014 года Аделины Сотниковой. Красивая фигуристка красиво завоевала золото. Первая в истории отечественного женского одиночного катания. Другая наша золотая девочка Алия Мустафина с легкостью обошла соперниц на играх 2012 года в Лондоне и 2016 в Рио. А это финал недавнего чемпионата мира по бальным танцам. Коллектив из Перми выбрал для решающего танца броские красные костюмы. И для них этот цвет тоже стал символом победы. Красная машина она была впереди планеты всей. Это правильно, потому что красный цвет победы. И им необходимо получить победы. Побед будет больше, чем проигрыши. Не нужно быть спортивным экспертом, чтобы понять. Наступление красной машины на грядущих олимпийских играх боятся. На то, что мы на пьедестале нежеланные гости, нам намекали давно. В 2002 году на играх в американском Солт-Лейк-Сити мог, как ни старался, не нашел законного способа лишить олимпийской медали высшей пробы наших фигуристов Антона Сихарулидзе и Елену Бережную. И тогда, через 4 дня, после финала и церемонии награждения, функционеры вынесли беспрецедентное решение вручить второй комплект наград конкурентам наших ребят, обиженной канадской паре. С тех пор допинговые скандалы, в которые оказались втянуты наши спортсмены, не утихают. Десятки из них отстранены от участия в олимпийских играх, включая тех, кто никогда не был замечен и не обвинялся в применении допинга. Допинговые скандалы давно стали частью политики. Что такое Олимпиада? Олимпиада – это крупная политика. Наверное, даже во время Древней Греции это была политика, а то сегодня эта политика стала в тысячу раз. Это Елена Симбаева плачет от обиды, что российским гимнастам не дали шанса даже побороться за медаль в Рио. Эксперты уверены, Международный Олимпийский комитет просто испугался того, что российские спортсмены соберут на состязаниях все золотые медали. Я же помню все время говорили прекратить гегемонию советских пар, потом же дальше российских пар. Мы должны понимать, что чем выше мы занимаем места, тем больше к нам будет внимания и претензий. Они будут касаться всех вопросов. Вопросов допингов, вопросов технического мастерства, вопросов физической подготовки, вопросов трактовки правил. В подтверждение выступление прыгуни с шестом Исенбаевой на Гран-при Стокгольма 23 февраля 2012 года. Как подарок всем российским мужчинам спортсменка установила новый мировой рекорд 5 метров 1 сантиметр. Отчет начался. Новые Олимпийские игры стартуют через несколько дней. Эксперты заявляют, наша команда сильна уже тем, что она участвует. Несмотря на все попытки растоптать ее и уничтожить. А легендарные спортсмены уверены, наши олимпийцы на этих состязаниях сделают все и даже больше, чтобы страна гордилась новыми олимпийскими чемпионами. Мы будем все за это болеть, ребята будут стараться, поэтому будем за наших ребят болеть и пожелать спортивной удачи. Никто не знает, насколько справедливо будут оценивать выступления спортсменов. Но время все расставит по местам. Россия защищает Россия можно не любить нашу еду, не понимать наши шутки, не разделять наши взгляды, но мы сделаны в России и гордимся тем, что бросаемся на помощь, не раздумывая. Не бойся, не бойся, не бойся, садись туда, к мотору. Побеждаем несмотря на обстоятельства. Телим хлеб-соль с друзьями и даже недругами. Потихоньку только. Мы восхищаемся нашими женщинами. Ниша! Нашим оружием. Это сделали русские, говорит весь мир. И никто не поспорит. Редактор субтитров